Первое, что мне хотелось бы вам сказать, это то, что у вас никакого отклонения нет. Приветствую вас. Я не случайно начал свой ответ такого небольшого вступления, потому что, видите ли, сам факт того, что вы считаете у себя отклонением, вот то, о чем вы пишете, да, что вы испытываете увлечение женщинам и встречаетесь с ними только ради изюминки определенной, да, так вот, сам факт того, что вы считаете это отклонением обозначает только лишь тот факт, или, лучше сказать, обозначает лишь то обстоятельство, что люди, общество, условно говоря, навязывает нам, я не побоюсь этого слова, навязывает нам, именно навязывает, определенные алгоритмы поведения. Общество диктует нам, как мы должны себя вести, как мы должны жить, как мы должны строить свои отношения, ну, и так далее. Почему общество так делает? Опять, достаточно простой. Видите ли, не в интеллектах общества, чтобы человек ввел себя вот так, примерно, как вы. Не в интеллектах общества, чтобы человек вступал в отношения, отличные от тех, которые признаны обществу. А общество принимает только те отношения, которые выгодны для него. Наверное, не сложно догадаться, какие отношения выгодны для общества. Для него выгодны те отношения, которые, ну, скажем так, повышают вероятность появления нового человека. И любые другие формы взаимоотношений общество не поддерживает, потому что ему это общество не выгодно. В общем, в случае, так же, как и во всех других возможных случаях, и перед местом быть бисексуальной ориентацией. То есть, когда человек, по сути, испытывает влечение и к мужчинам, и к женщинам. Является ли это ненормальным? Нет. Является ли это нормальным? Да. Можете ли вы получить, скажем так, большее количество удовольствия от половой жизни своей? Да, можете. Можете, и это очень хорошо, на самом деле. Это же здорово для вас, что вы не ограничиваете себя только вот каким-то одним, да, по... Когда-нибудь вы, может быть, создадите семью, когда-нибудь вы, может быть, выйдете замуж и будете, ну, будете примерной женой и так далее. Но пока вы не выходите, я имею в виду, пока вы не планируете ребенка, вам нужно жить для себя в свое удовольствие и получать от жизни то, что она дает. И в этом нет ничего дурного, чтобы испытывать наслаждение и от общения и взаимодействия с мужчинами интимного характера и от взаимодействия с женщинами. Ну, правда, нету в этом ничего дурного. Идем дальше и скажем так, что с позиции психоанализа, у вас имеет место быть определенное недоверие мужчинам. И вот причина этого недоверия для меня, конечно, остается загадкой. Потому что в рамках ответа на ваш вопрос, в рамках ответа на ваш вопрос, нельзя с точной уверенностью, с полной уверенностью сказать о том, что, ну, почему это произошло. Почему вы вот так стали себя вести? Ну, нельзя ответить на этот вопрос, не избежав предположений. Мне бы делать предположения не хотелось, потому что я понимаю, что это очень тонкий вопрос, который вас очень волнует и который может оказать влияние на вашу дальнейшую жизнь. Но, когда вы пишете, что с мужчиной вам всегда неприятно, неловко, неудобно, и вы не позволяете ему делать вам приятное, несмотря на то, что мужчинам вы испытываете влечение, это говорит о том, что, возможно, когда-то у вас был неудачный опыт с мужчиной. Какой именно неудачный опыт? Сказать сложно. Дело в том, что это может быть опыт взаимодействия со сцом, с вашим мальчиком. Это может быть опыт взаимодействия с чем-то еще. То есть, может быть, это ваш первый мужчина. Может быть, это что-то еще. Знаете, может быть, у вас были сложные отношения с отцом. Может быть, у вас на глазах сложные отношения с отцом были в вашей матери. Может быть, самого отца у вас не было, и вы не очень доверяете мужчинам. Но вот какие-то моменты негативные у вас явно были. И вот эти моменты мешают вам довериться лицам мужского пола, доверить, не доверить, точнее, лицам мужского пола, ну, скажем так, себя. И это, возможно, страх какой-то. Подсознательный, неосуданный страх. Это некоторые комплексы, вероятнее всего, потому что у вас имеет место быть неловкость. Вот эта вот самая неловкость, о которой вы говорите. Это именно то самое комплексное, то есть вы не знаете, вероятно, не имеете четкого представления о том, как нужно вести себя с мужчиной, как нужно совершать поступки, какие действия нужно совершать именно по отношению к мужчине. А с женщиной вам легче, потому что женщина кажется вам близким. И, понимаете, вот в самом по себе, если бы вы написали, например, что я испытываю влечение парням и девочкам, мне хорошо и с девушками, и с парнями. И от взаимодействия и с теми, и с теми я получаю удовольствие, ну, равноправно. То есть я не могу сказать, да, что удовольствие у меня везде разное. Если было бы так, то это классическая бисексуальная ориентация. Мне ничего плохого нет, это совершенно нормально. Но вот то, что вы пишите, что вам с мужчиной неприятно и нелоско, это, конечно, момент, потому что это негатив. Это невозможность реализовать себя с мужчиной, как с женщиной. Судя по тому, что вы описали, это невозможность получить удовольствие от интимных отношений. И, как следствие, вы находите выход во взаимодействии с женщиной. При этом вы сами пишите, что с женщинами отношения строить не собираетесь. Как бы, и я так понимаю, что планируете вы все-таки жить с мужчиной. Это же так, что я думаю, что ваша бисексуальная ориентация в некоторой степени вынужденная. То есть поймите, плохого в ней самой нет ничего. В том, что вы делаете, тоже плохого нет ничего. Слава богу, мы живем в достаточно современном мире, и все эти стереотипы вроде бы уже отходят на второй план, хотя и где-то они еще достаточно сильны. Но вот то, что у вас есть некоторые проблемы при взаимодействии с мужчинами, наводит на мысль о том, что вам приходится с женщинами встречаться именно для того, чтобы ощутить себя женщинам. И тогда я должен задать вам следующий вопрос, который мне кажется ключевым для вашей ситуации. Вопрос этот звучит так. Почему вам с мужчиной всегда неприятно и вовсе неудобно? И почему вы не позволяете ему делать вам приятно? Почему? Что мешает вам? Какие стоят блоки? Вот с этими блоками нужно работать. И когда эти блоки у вас получатся снять, да, вы увидите, вот, вы увидите, ну, незамутненным глазом, как у вас обстоят дела и с мужчинами, и с женщинами. Когда вы сможете получать максимальное удовольствие для себя, максимальное удовольствие от взаимоотношения с мужчинами и от взаимоотношения с женщинами, у вас будет возможность сравнить. Вы будете свободны в своем выборе, и вот когда вы будете свободны в своем выборе, да, то есть, захотел получить удовольствие с одними, захотел получить удовольствие с другими, да, то есть, проблем никаких нет. Когда вы будете свободны, вот в этот момент у вас появится истинное представление о том, кто вы. Являетесь ли вы действительно человеком с би-сексуальной ориентацией? Или это все-таки, условно говоря, некая такая вынужденная, ну, вынужденная мера, которая призвана вам просто-напросто облегчить вот это вот ваше, ну, облегчить вашу неудовлетворенность, если угодно. Вот, в принципе, и то, что я хотел вам сказать. Еще раз хотелось бы обязательно отдельно подчеркнуть, что у вас нету никаких отклонений. Вы совершенно нормальный человек. То, что вы делаете, это тоже совершенно нормально. Это правильно. И главное, чтобы это приносило вам удовольствие. Главное, чтобы вы сами наслаждались тем, что вы делаете. Но, поскольку есть определенные негативные последствия, определенные негативные обстоятельства, скажем так, да, то они мешают вам на данный момент увидеть полную картину мира. И вот, чтобы полную картину мира увидеть, нужно знать блоки. Снимите блоки, и тогда все станет на свои места. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо.